здравствуйте дорогие зрители вышивальщицы и вышивальщики сегодня я хочу вам показать видео своей подготовки к совместному процессу без границ который проводит лиля сплошные крестики совместный процесс этот начался еще в мае но продлится аж до декабря этого года и так вступаю я в этот совместный процесс с авторской схемой от виктории ивченко это бесплатная авторская схема которую можно скачать в группе виктории схема это называется дизайн этот называется лисичка на дереве вот эта схема у меня к сожалению черно-белая но я обязательно вставлю цветную фотографию дизайна и вы увидите насколько она очаровательна эта лисичка она действительно очень мила у нее такой я даже не знаю как назвать этот взгляд но очень живой взгляд как вы видите я хочу вышить этот дизайн в качестве прикладной вышивки хотя в группе виктории можно увидеть в готовых работах по ее схемам очень много отшивов с этой лисичкой и оформление ее в рамы это все очень интересно обыгрывается можете полюбопытствовать посмотреть очень красивый дизайн и в общем то вышивальщицы по-разному оформляют его и прикладной вышивкой и в раму с паспарту очень все красиво дизайн простой вроде бы на первый взгляд небольшой тоже вроде бы на первый взгляд но когда прочитаешь вот эту информацию ты понимаешь что все не так просто здесь написано как вы видите вот количество крестиков 80 на 63 что соответствует 5040 крестиком я считаю что это немало я думаю что здесь меньше крестиков но тем не менее тем не менее все это я думаю быстро отошьется очень понятная схема как вы видите большие область зашивки сама лисичка вышивается я думаю нетрудно единственное что вот здесь вот идут гольфики и чашечка небольшие участки которые отшиваются определенными цветами в работе будут участвовать 13 цветов и 5 блендов в общем получается 18 цветов как ни странно этот маленький дизайн содержит в себе и крестики ну понятно крестики естественно но кроме крестиков также французские узелки и совершенно какой-то интересный такой бакс бэкстич в два сложения в одно сложение и в три сложения вот такой непростой бэкстич хотя в общем то когда я видела смотрела готовые работы я даже не заметила что там был какой-то он сложный сама дизайнер советует ну вот как бы да по дизайну стоит рекомендуется основа аиды 14 каунта зеленый ментол цвет то есть на таком светло-зеленом фоне советует вышивать дизайнер в моем случае основой будет вот такой ли он натуральный производство ваупылин хайленбек нашего местного производителя местной фабрики я уже отрезала необходимый кусочек ткани уже запялила его как вы видите отметила центр вышивки я буду начинать конечно с центра потому что это лен дальше я хочу показать вам свои ниточки вы их уже видите ниточки у меня dmc единственное не dmc это вот эта зелененькая ниточка я ее перевела dmc 955 номер соответствует эту ниточку я купила в наборе в наборе из шести ниток зелено-голубого скажем так оттенка которые я приобрела в магазине ксенос это голландский магазин девочки которые живут в германии прекрасно его знают это магазин хобби магазин различных таких вот домашней утвари мелкой интересный такой магазинчик там можно вот сейчас данный момент приобрести кое-что даже для вышивки вот например такие нитки и что я хочу сказать об этих нитках они конечно не такие как dmc dmc они более шелковые блестящие эти же нитки они матовые и в принципе однородные все но иногда встречаются такие как бы уплотнения я вышивала ими могу сказать что проблем с в работе они мне не причинили никаких проблем остальные ниточки dmc как видите палитра такая спокойная рыжие цвета это понятно для самой лисички зелененькие цвета это по моему для ее ножек в гольфиках и дальше так там не знаю носик веточка и так далее вот у меня все готово не знаю буду я пользоваться органайзером возможно возможно не знаю то скорее всего я буду пользоваться органайзером сделаю себе органайзер у меня есть разные вышивать я буду ниты иголочками 26 номера вот фирменные в это мной уже опробованы иголочки хорошие приятные в работе я отказалась от работы с двадцать восьмым номером джон джеймс вышивая синичек я поломала две иголки третью иголку я погнула я поняла что 28 иголки 28 номера джон джеймс они очень нежные они очень изящные и они скорее подходят наверное для работы через для совершеннейших миниатюр через одну ниточку вышиваемый аппетитом в одно сложение думаю наверное так потому что что-то совсем они себя вели капризно что я хочу сказать еще вышивать и этот дизайн буду не для того чтобы оформлять его до раму а для того чтобы применить в качестве прикладной вышивки я собираюсь сделать подарок одной своей подружки для которой вот этот именно сюжет по моему самый подходящий она будет восторге от него и оформить эту лисичку я хочу в косметичку я уже нашла ткань которая будет компаньоном для этого льна и я думаю что до конца июля я смогу все это сделать и вышить и возможно даже уже сшить у меня есть опыт шитья косметички и кстати я тоже украшала ее авторской авторским дизайном и поэтому я совершенно не боюсь что у меня что-то не получится я знаю что у меня получится главное это вышить ну а дальше уже у меня будет повтор того что я делала ранее поэтому конечно же после того как я вышью эту лисичку я обязательно покажу как же я ее оформлю ну так же на мне еще висят в синичке которые я хочу оформить да в наволочку для подушки я это сейчас все осуществляю пока что мысленно хочу уплотнить сначала вышивку ну а потом конечно же сделать саму наволочку что это уже будет в общем то не самое сложное для меня сейчас самое сложное как-то уплотнить вышивку я просто не знаю чем буду сейчас пробовать сделать это флизелином если это будет слишком плотно то буду покупать дублерин ну а это уже другая история где-нибудь в другой раз я уже сделаю видео отдельно про это ну и в общем то вот это моя подготовка моя заявка еще я хочу сказать что следующему отчет будет на следующей неделе я уже покажу какие-то свои первые результаты по данной вышивке поэтому я хочу с вами сейчас попрощаться пожелать вам творческих успехов много времени для вышивки и конечно же пользуйтесь летом отдыхайте хорошего вам настроения до свидания а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok